Всем привет! И сегодня мы разберем все аспекты имени существительного в английском языке. Имя существительное – это одна из девяти частей речи в английском языке и обозначает название людей, мест, предметов и понятий. Например, man – мужчина, человек. Это имя нарицательное. Имя нарицательное используется для названия предметов, объектов, объединенных определенным признаком. Имя нарицательное используется для обозначения людей, например, actor – актер, father – отец, friend – друг. Для обозначения мест – house, дом, city, город, country – страна. Также для обозначения вещей и понятий. Вещи и понятия делятся на подкатегории объекты – table, stall, tower, башня. Также следующая подкатегория – животные – cat, кот, red, крыса, shrimp, креветка. А также идеи – happiness, счастье, love, любовь, hope, надежда. Мы разобрались с классификацией имен нарицательных, которые дают ответ на вопрос кто что. И теперь самое время понять категорию имя собственное. Имя собственное дает ответы на вопросы, какое название имеет тот объект или же субъект. Таким образом, actor – это имя нарицательное, актер. Brad Pitt – это имя собственное, имя человека. Затем следует название мест. Например, house – это, как уже известно, дом. The white house – белый дом. То есть идет конкретизация названия дома. Париж – это имя собственное. City – это просто имя нарицательное. Cat – имя нарицательное, кот. Tom – это кличка для кота, поэтому это уже имя собственное. Важный пункт – это то, что все имена собственные пишутся с большой буквы. Также имена существительные в английском языке делятся на следующие виды. Abstract nouns – абстрактные имена существительные. Это такие существительные, которые мы не можем ощутить нашими органами восприятия. И в свою очередь они делятся на подвиды. Это feelings – чувства, например, fear – страх, disgust – отвращение, pleasure – удовольствие. States – состояние, например, freedom – свобода, democracy – демократия, chaos – хаос. Emotions – эмоции, admiration – восхищение, calmness – спокойствие, excitement – волнение. Qualities – качества. Creativity – креативность, honesty – честность, confidence – уверенность. Concepts – понятия, например, charity – благотворительность, comfort – комфорт. И последний подвид – moments – моменты, например, childhood – детство, maturity – зрелость и так далее. В отличие от абстрактных понятий, concrete nouns – конкретные имена существительные – можно ощутить визуально, аудиально, тактильно, по запаху и на вкус. Чтобы прочувствовать разницу, давайте сравним примеры. Например, luxury – роскошь – это абстрактное понятие, diamond – бриллиант – это уже конкретное имя существительное. Friendship – дружба, абстрактное понятие, friend – друг – это уже конкретное имя существительное. Love – любовь, абстрактное понятие, kiss – поцелуй, конкретное имя существительное. Третий вид существительных в английском языке – это collective nouns – собирательные существительные, которые обозначают группу людей или животных. Например, team – команда, group – группа, crowd – толпа, флаг, стадо или же стая. Важно отметить, что такие существительные используются вместе с глаголом в единственном числе. Например, my family is friendly – моя семья дружная. Здесь my family, моя семья, мы используем в значении объединения определенных людей. Поэтому my family, мы можем поставить знак равенства с местоимением она, она есть дружная. Поэтому здесь глагол to be используется в единственном числе – is. Следующий пример. All my family are going on holiday soon. Мы переводим как все члены моей семьи собираются скоро в отпуск. Здесь all my family подразумевается как все члены моей семьи, каждый человек в отдельности. Поэтому глагол используем во множественном числе. To be во множественном числе – это are. Если собирательное имя существительное используется с неопределенным артиклем –э, или же со словами each, every, this, that, то глагол сказуемое всегда используется в единственном числе. Четвертый вид существительных английского языка – это compound nouns. Составные существительные, которые состоят из двух или более слов. И они, в свою очередь, делятся на три подвида. Те, которые пишутся с пробелом. Например, swim in pool – бассейн, living room – зал, гостиная, bus stop – автобусная остановка. Те, которые пишутся без пробела. Classmate – одноклассник, housework – работа по дому, eyelid – века. И те, которые пишутся через дефис. Например, babysitter – няня, merry-go-round – карусель, и daughter-in-law – невестка, а также многие другие. Бывает сложно запомнить правила написания составных имен существительных, поэтому я подготовила для вас небольшую шпаргалку по типам имен существительных, которые следует писать через дефис. И первый тип – это существительные роли-роль. Например, student athlete, студент-атлет, boy child, мальчик-ребенок, soldier poet, солдат-поэт. Существительные с предлогом посередине. Например, editor-in-chief – главный редактор, men of war – воин, brothers in arms – соратники. Название родственников со словом great – пра. Например, great-grandmother – прабабушка, great-great-grandson – праправнук. Дроби, написанные полностью. Например, two-thirds – две третьих, one-quarter – одна четвёртая. Звание swice – вице и elect – избранный. Например, president-elect – избранный президент, vice-president – вице-президент. Существительные с частичкой self – само. Пятый и шестой вид существительных – это countable and uncountable nouns. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Countable nouns – это те существительные, которые мы можем посчитать и образовать как единственное, так и множественное число. Uncountable nouns – это такие существительные, которые не поддаются подсчёту и которые не имеют множественного числа. Седьмой вид существительных английского языка – это gender-specific nouns – гендерно обозначенные существительные, то есть те, которые обозначают лиц женского или мужского рода. Например, man – мужчина, понятно, что это мужской род. Woman – женщина, женский род. Human – человек. Может обозначать как мужчину, так и женщину в зависимости от контекста. Следующий пример. Rooster – петух. Мужской род. Hen – курица. Наседка. Женский род. Chicken – курица. Мы можем понять, петух – это или курица, в зависимости от контекста. Интересная история произошла со словом chairman – председатель. Многие люди рассматривают его как гендерно-нейтральное существительное, но для многих также понятно, что chairman – это председатель мужчины, поэтому с 17 века в употреблении chairwoman – председатель женщины. Но для того, чтобы звучать более гендерно-нейтральным, используются слова chairperson, то есть не указано, кто это – мужчина или женщина, а просто личность, или же просто chair – председатель. Не зовите меня chairman, потому что я женщина. Не зовите меня chairwoman, потому что пол не играет здесь никакой роли. Не зовите меня chairperson, потому что это указывает, что вы зациклены на вопросах половой принадлежности и хотите звучать вежливо. Зовите меня просто chair – председатель. Существуют еще две формы имен существительных в английском языке, которые образуются от глаголов. И первое – это герундий. Это такая форма имени существительного, которая образуется от глагола с помощью ингового окончания. Например, running. От глагола to run – бежать, running – бег. Пример использования в предложении. My hobby is running. Моё хобби – это бег. Здесь видим, running – это герундий, то есть имя существительное. Следующий пример предложения. Can you fix the running tap? Ты можешь починить кран, который течет. Здесь уже слово running выполняет роль present participle, то есть причастие настоящего времени. Кран, который течет. Текущий кран. The running tap. Также глагол с инговым окончанием выполняет функцию, собственно, глагола. Рассмотрим предложение. The tap was running for an hour. Кран протекал на протяжении часа. Здесь was running – это сказуемое в прошедшем длительном времени past continuous. Таким образом, глагол плюс инговое окончание может обозначать как имя существительное в форме герундия, также имя прилагательное в форме present participle, а также служить частью сказуемого в прошедшем, будущем, а также настоящем длительном времени. И последний вид существительных в английском языке – это verbal noun. От глагольный существительный, который образуется с помощью добавления суффиксов к глаголам. И теперь настало время рассмотреть функции имени существительного в предложении. Возьмём такой пример. Tom Hanks is a famous actor. Tom Hanks – известный актёр. Tom Hanks – это имя собственное, имя актёра. Is a famous actor – это существительная фраза, которая выполняет функцию сказуемого. То есть, кто? Tom Hanks – имя собственное. Есть – известный актёр. И ещё один пример. Возьми два зелёных яблока. Сделай что. Возьми сказуемое. Возьми кого что. Прямое дополнение. Два зелёных яблока. Two green apples – это существительная фраза, которая выполняет роль дополнения. То есть, отвечает на вопросы «кого?», «что?». Таким образом, имя, существительное в английском языке, может выполнять функцию подлежащего, сказуемого в именном предложении, а также служить как второстепенный член предложения, выполняя функцию дополнения. Спасибо за то, что досмотрели этот урок до конца. Помните, что проверить себя вы можете, заполнив Google-анкету, которую вы найдёте в описании под этим видео. И до скорой встречи. Goodbye!